Всем привет! Дядь Юридат прогноз на матч шестого тура АПЛ Фулхэм-Кристал Пелос. Встречаются 20-14 команды текущего сезона. Очные матчи. В шести очных матчах команды четыре раза играли на обе забьют да и поровну на тотал меньше-больше. Пелос выиграл последние два очных матча. Фулхэм не забивал Кристал Пелос в последних двух очных матчах. Пелос Фулхэму забивал всегда. Как видим, в очных матчах полное равновесие у команд. Статистика. Фулхэм в последних десяти матчах семь раз играл на обе забьют нет и поровну на тотал меньше-больше. Фулхэм проиграл в последних четырех матчах. Пелос в последних десяти матчах поровну играл на обе забьют да и нет и на тотал меньше-больше. Пелос пропускал в последних четырех матчах, как и Фулхэм. Как видим, обе команды играют примерно нейтрально в последних матчах. Фулхэм едва не увез победу из Шеффилда, хотя она была бы несправедливой. Шеффилд очень активно играл в атаке, но забить смог только с пенальти. Фулхэм практически ничего не создал в атаке, но заработал пенальти, который не реализовал Митрович, а потом забил благодаря сольному проходу Лукмана. Пенальти стал настоящим спасением для хозяев, которые спасли таким образом ничью. Пелос упустил победу на последних минутах, хотя она тоже была бы незаслуженной. Брайтон имел преимущество на Селхердспарк, но выцарапал ничью только благодаря счастливому рикошету на 90-й минуте матча. Хозяева забили в середине первого тайма с пенальти, который на ровном месте привезли себе гости. По всей видимости, Фулхэм долго не задержится в АПЛ. Пелос играет крайне нестабильно, то обыгрывают такие сильные команды, как Манчестер Юнайтед и Саут Гемптон, то в одну калитку проигрывает таким среднякам, как Брайтон, хотя по счету мог бы взять и победу. Пелос традиционно в последние годы играет лучшие выездные матчи, поэтому у хозяев немного шансов выиграть предстоящий матч. Буки дают равные шансы командам, но брать, конечно же, лучше Х2 за относительно неплохие 1.52. Что до результативности матча, то здесь, конечно же, больше шансов на низовой. Однако слишком низкий коэффициент на тотал меньше заставляет задуматься. Фулхэм не забивал Пелос в двух последних очных матчах. Фулхэм провел три последние домашние матча, на обе забьют нет. Очень похоже, что Фулхэм должен бы забить Пелос в этой матче. В свою очередь, Пелос всегда забивал Фулхэму, поэтому вроде бы забивать должны обе команды, но пойдет ли хотя бы одна из них дальше одного забитого гола, это вопрос. В последних трех очных матчах соперники не играли в ничью. Получается, что шанс на то, что забивать будут обе команды выше, чем на обе забьют нет. В итоге имеем наиболее вероятный вариант где-то на 1.1. Но и потенциально 2.1 в пользу одной из команд надо держать в уме. Из связки ставок тотал меньше обе забьют до Х2. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют до 1.95, на тотал меньше 1.67, на Х2 1.52. Две последние ставки имеют невысокие коэффициенты и относительно высокие риски по отношению к таким коэффициентам. Вариант с обе забьют до имеет хороший коэффициент и риск, который примерно соответствует заявленному коэффициенту. Поэтому логично будет заиграть именно эту ставку на обе забьют до за 1.95. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.